Всем футбольный физкульт привет! 20 ноября в 15 часов в Ташкенте состоится товарищеский матч между сборными России и Узбекистана. Сборная Узбекистана в мировом рейтинге FIFA находится на 77 месте. На Кубке Азии в 2011 году играли в полуфинале. Имеют титул чемпиона азиатских игр 1994 года. Главный тренер Сречко, катанец из Словении, который неплохо себя зарекомендовал, сборные России и Узбекистана первый раз в истории футбола встретятся на поле. Нашу сборную также возглавит Карпин. Состав игроков российской сборной на предстоящий матч, такой же, как и на поединок с Таджикистаном. Состав команды. Вратари. Матвей Сафонов из Краснодара, Антон Шунин из Динамо, Сергей Песяков из Ростова и Александр Селихов из Спартака. Защитники. Вячеслав Караваев из Зенита, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов из Спартака, Максим Осипенко и Александр Сельянов из Ростова. Артем Макарчук из Сочи, Илья Агапов из Пари Нижнего Новгорода и Александр Солдатенков из Крыльев Советов. Полузащитники. Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Артем Карпукас из Локомотива, Даниил Уткин и Данил Глебов из Ростова, Андрей Мостовой и Далер Кузяев из Зенита. Никита Кривцов из Краснодара, Сергей Пеняев из Крыльев Советов, Арсен Захарян и Даниил Фомин из Динамо, Антон Зиньковский из Спартака и Лечи Садулаев из Ахмата. Нападающие. Александр Соболев из Спартака, Федор Чалов из ЦСКА, Николай Комличенко из Ростова и Владимир Сычевой из Оренбурга. Сборная Узбекистана на порядок выше сборных Киргизии и Таджикистана, но сборная России все равно превосходит соперника по всем параметрам. Скорее всего поединок будет нелегким для россиян, ведь победа со счетом 2-1 против Киргизии далась очень нелегко. Букмекеры, конечно же, отдают предпочтение команде России, но опять же нужно учесть уровень подготовки сборной Узбекистана. Узбекистан может дать очень хороший отпор. Матч будет транслировать телеканал и сайт Матч ТВ, а также букмекерские сайты. Пожелаем нашим футболистам удачи и победы, всего хорошего, до новых встреч!